Приветствую всех себя на канале. В этом видеоролике я хотел поговорить о зимних прикормках, таких как панировочные сухари молотые на мясорубке, манго, обжаренные семечки промолозы, перемолозы на мясорубке и геркулес плюс шепшина. А именно о их плюсах и минусах. То есть какая из этих прикормок самая хорошая, а какую лучше не брать с собой на рыбалку. Я объясню почему. Первое это панировочные сухари перемолозы через мясорубку. Прикормка в принципе достаточно хорошая, хорошо привлекает мирный рыбок, но у нее есть свой существенный недостаток. Стоячая вода ездить на водоеме со стоячим, где вода стоячая, то есть за какие-то заливы, затоны, озера, лучше такую прикормку сильно не использовать. Объясню почему. Когда хлеб попадает на дно, крошки хлеба, хлеб закисает. Рыба такой запах не любит и с этого места частенько рыба уходит. То есть наверняка у вас были такие моменты, когда вы пришли на рыбалку, половили хорошо, но завтра приходите, в этих же лунках или рядом пробуренных нет ни одной поклевки. Это, как говорится, существенный недостаток хлеба. Помните, хлеб закисает. А хлеб, то есть затокивший хлеб рыба не рубит, и она частенько отсюда уходит. Второй, это манка. Манку тоже много используют в качестве прикормки на зимней рыбалке, но у нее тоже есть один существенный недостаток. Все это дело я, как говорится, проверял на собственной шкуре и рассказываю собственного опыта. Когда вы добавляете манку в лунку, всю часть манки, часть крупы оседает на стенках лунки. И происходит один такой существенный недостаток. Мелкая рыба, она чаще находится ближе ко льду. И вот она стоит и караулить ее, когда крошки вот этой крупы манки потихоньку отпускаются со стенок лунки. И когда вы начинаете закидывать, кидаете мормышку, то вот эта мелкая рыба частенько уже нападает на вашу мормышку с наживкой. И ловится мелочь в основном. То есть тоже наверняка кто-то замечал такую картинку, когда добавили манки, оп, ловится какая-то рыбка крупненькая, пластичка хорошая. А потом раз, резко пошла мелочь одна. Это из-за этого, что часть крупы, которая находится на лунке, оседает вниз, привлекая мелочь, и мелочь перехватывает уже мормышку, которую вы закидываете, как говорится, в лунку. Это ее существенный, очень существенный недостаток. Теперь давайте перейдем еще к одной зимней прикормке, это называется обжаренные семечки. Прикормка в качестве обжаренной семечки хорошая, но есть один такой не совсем хороший достаток, можно его назвать недостатком, или даже мифом. Многие говорят, что, многие думают, точнее рыбаки не говорят. Немножечко заблуждаются, что запах обжаренных семечек передается там в воде и очень сильно привлекает рыбу. Дело в том, что на самом деле мелкие частички семечек, которые перемолотые через мясорубку, именно они привлекают рыбу, а не запах. Запах обжаренных семечек передается в воде, температура которой составляет плюс 10 и более градусов. Температура зимой воды в реке у самого дна составляет 4-5 градусов по цельсию, то есть плюс. Ближе ко льду у самого льда составляет плюс 1. Запах этих семечек, он не передается, привлекают только мелкие частички. Но по отношению, если по объему, то же манки и к тому же хлебу, то обжаренные семечки, все это многое дороже, чем, к примеру, панировочные сухари или та же сама манка. Но давайте перейдем сразу к четвертому. Это пшено. Как говорится, у меня есть на канале ролик про пшено с чесноком. Пшено, на мой взгляд, вот из моего опыта, самая хорошая приколка, которая, во-первых, попадая на дно, не закисает, это раз. Второе, пшено можно использовать как отварное, то есть отварить. А можно использовать даже обжаренное. То есть объясню, как это сделать. Берем сковородку, вливаем 2 ложки масла растительного, любого, и высыпаем туда сухого пшено, медленно перемешивая, чтобы оно немножечко обжарилось. И вот получается, заковорода хорошая, хорошая семья прикормка обжаренная, обжаренное пшено, оно намного, как говорится, лучше даже, чем обжаренные семечки. Запах тоже специфический. Правда, оно тоже не передается сильно, тщательно только. Но в основном, оно, обжаренное пшено, оно медленно отпускается в сторону дна, и тем самым, очень сильно привлекает рыбу. Можно также пшено отварить и добавить сюда, например, чеснока или укропа. И тоже очень хорошо, как говорится, это все дело, реагирует сам, как говорится, в лунке, привлекая любую мирную рыбу фактически. Будь-то плотва, елец, будь-то еще какая-то другая рыба. Иногда даже реагирует на нее окунь. Хоть окунь и хищная рыба, но иногда бывает приходит на пшено. Но в основном приходит мирно. Я уже говорил, это плотвичка там или ельчик. Есть еще одна хорошая прикормка. Это геркулес. Сухие хлопья геркулеса. Их нужно обязательно перемолоть через мясорубку, чтобы получилась такого рода пыль. Часть пыли, и она тоже, эта прикормка, очень хорошо привлекает рыбу. Но по отношению, к примеру, пшено, если брать по объему, она, конечно, будет сегодня немножко дешевле, чем, например, пшено. И, конечно же, дешевле, чем семечки. Но не дешевле, чем панировочная сухари. Добавок ко всему, у молотого геркулеса есть точно такой же недостаток, как у манки. Конечно, сначала он, что все дело, отпускается в лунку, очень активно привлекая рыбу. Но часть яички молотого геркулеса остаются на краях лунки. И точно так же хорошо привлекают мелочи. Это единственное, как говорится, тоже его недостаток. Но наиболее оптимальным, я вам могу точно сказать, на зимой рыбалке это является пшено. Пшено, во-первых, попадая на дно, не закисает. Во-вторых, стоит не так дорого. И, в-третьих, оно не остается на краях лунки, тем самым не привлекая мелочи. Пшено, вот, лично из моего опыта, из всех этих зимних рыбалок, сколько я замечал, пшено является самой оптимальной зимней прикормкой на зимней рыбалке. Все остальные, такие как панировка, манка, семечки, они составляют, у них есть, как говорится, свои небольшие существенные недостатки, о которых я уже говорил. Поэтому, на мой взгляд, мужики, самой хорошей прикормкой, это будет прикормка, состоящая из пшена. Конечно, можно комбинировать, например, прикормки, брать, например, панировочные сухари, перемешивать их семечками. Но лучше, конечно, использовать чисто одно пшено. У пшена, как говорится, больше плюсов, и фактически нет никаких минусов. Вот, в случае, я хотел с вами руки поделиться. Если отправляетесь на зимнюю рыбалку, берите прикормку, состоящую из пшена. То есть, если будете ловить рыбу мирную какую-то, берите обязательно пшено. Пшено стоит, там где-то, рублей 30, там по 700 грамм. Этого вам хватит. Кстати, забыл про тут рецепт. На сковородке пшено обжарить. 2 столовых ложки растительного масла и 300 грамм пшена. Перемешайте это все дело. Немножечко пообжарите. И будет супер прикормка, которая привлекает будет любую мирную рыбу. Любую, неважно, на слабом течении или в стоячей воде. Но без улова вы не остаетесь. Это я точно могу сказать. Гарантирую. Если видео было полезно, ставьте лайк. Если бесполезно, дизлайк. Всем удачи и всем пока. До встречи в новых видеороликах. На канале Фиккинг.